Добрый день, все присутствующие, все представители прессы, национальной прессы. Благодарю вас за то, что вы пришли сюда, в Желтый дом. И здесь от имени президента Николаса Мадуро и вице-президента господина Родригес я хотел бы приветствовать министра иностранных дел России господина Лаврова, который сейчас приехал к нам в Каракас. И 19 апреля, когда начался процесс борьбы за независимость, у нас были пространные переговоры, где мы затронули различные вопросы наших отношений. И в ходе первой встречи с 2000 года Уго Чавес и Владимир Путин встретились в первый раз в Нью-Йорке, и начались очень тесные отношения, сотрудничество между нашими странами. Это сотрудничество двустороннее, которое охватывает различные аспекты, такие как энергетика, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, транспорт и взаимосвязи по воздуху и по воде, также техническое сотрудничество и другие вопросы. Кроме того, мы осветили позицию каждой страны, и это позиции, которые совпадают в новом геополитической обстановке. Мы разделяем все принципы Устава ООН, и у нас на самом деле есть неформальная группа в рамках этой организации. Это группа в защиту Устава ООН, среди которых 20 стран, и мы работаем для того, чтобы прийти к консенсусу и разрабатывать наши позиции в ходе международных форм, и это касается принципов суверенитета и международной безопасности мира. Мы также хотели бы сказать о посторонних соглашениях. В 2022 году произошло совещание комиссии высокого уровня, в которой участвовали представители ПДВС, и мы подписали очень много соглашений. И сегодня мы с господином Лавровым поговорили об этих аспектах, и мы надеемся, что мы сможем продвигаться по этим вопросам. В частности, как я уже упоминал, это аспект энергетики и финансовый аспект, и также водное хозяйство и производство продуктов, сельское хозяйство. Для того, чтобы увеличить импорт и экспорт продовольственных товаров, и для того, чтобы продвигать систему финансовых сообщений. Это касается системы SWIFT, и также туристы смогли... Это очень было бы полезно, и мы будем работать для того, чтобы работать в рамках стратегических отношений, тех, которые мы имеем с Российской Федерацией. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, я хочу подписаться под тем, что сейчас сказал мой коллега Иван Хиль. Переговоры у нас были содержательными. Мы еще продолжим встречи в Каракасе с вице-президентом и с президентом. И продолжим обсуждение тех задач, которые были согласованы нашими руководителями, которые сейчас реализуются по линии разнообразных механизмов нашего сотрудничества, включая очень важный из этих механизмов комиссию высокого уровня, которая в декабре провела очень полезное и продуктивное заседание, одобрив 11 новых документов о развитии нашего партнерства. Мы договорились о практических мерах по расширению торговой, инвестиционной кооперации, контактов между деловыми кругами с учетом, конечно же, текущих реалий. У нас в планах многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникации в космосе, в сфере новых технологий. По всем этим направлениям будем наращивать объемы и темпы взаимодействия и будем и далее энергично использовать в этих целях действующие механизмы, включая межправительственную комиссию высокого уровня, о которой я уже упомянул. Мы договорились ускорить согласование целого ряда новых межправительственных документов, наметили дополнительные цели развития культурно-гуманитарных связей, осуществляются очень интенсивные культурные обмены, которые пользуются большой популярностью у наших граждан. И в связи с повышенным интересом венесуэльской молодежи к обучению в российских высших учебных заведениях, мы приняли решение на предстоящий учебный год 2023-2024 в два раза увеличить квоту стипендий, которые наше государство за счет бюджета предоставляет венесуэльским гражданам. Теперь это будет 200 стипендий на ближайший учебный год. На повестке дня возобновление деятельности Венесуэля, российского центра науки и культуры, участие российских спортсменов в спортивных играх «Алба», которые открываются 21 апреля уже совсем скоро, и создание в Венесуэле по линии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, центра русского языка и доуниверситетской подготовки. Говорили мы, безусловно, и о ситуации на международной арене. Венесуэла – один из самых надежных партнеров России. Наше государство связывает отношения тесного стратегического партнерства, в основе которых концептуальная близость подходов к ключевым проблемам глобальной повестки дня, взаимовыгодные проекты, прочные узы дружбы и взаимной симпатии между народами. Наши отношения прошли испытания разного рода кризисами, попытками давления извне, и, несмотря ни на что, они успешно развиваются и будут развиваться независимо от политической конъюнктуры. Мы тесно взаимодействуем в международных делах, и Россия и Венесуэла привержены базовым принципам Устава ООН, включая суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела. Мы солидарно с венесельскими друзьями выступаем с единых позиций в защиту права народов самим определять свое будущее, свою судьбу без вмешательства извне, без диктата и шантажа, и без, конечно же, попыток повлиять на них незаконными, односторонними ограничительными мерами, которые сейчас практикует коллективный Запад. Как сказал мой коллега, по инициативе Венесуэлы уже пару лет в Нью-Йорке работает группа друзей в защиту Устава ООН. Число государств, которые хотели бы в ней участвовать, растет, мы сегодня об этом говорили. Кроме того, помимо Нью-Йоркской площадки, группа недавно провела свое инаугурационное заседание в Женеве в рамках представительства, в рамках Европейской штаб-квартиры ООН, и мы эту практику будем развивать и в других столицах. Группа будет продолжать свою работу, она принимает совместные заявления, декларации, в том числе главной ее целью, как, в общем-то, следует из ее названия, является защита Устава ООН во всей его полдоте. Мы сегодня говорили о том, как долгие годы продолжались после создания ООН, дискуссии, о том, какой принцип Устава имеет приоритет – уважение суверенитета и территориальной целостности или право нации на самоопределение. И мы вспомнили, что в 1970 году Генеральная Ассамблея после долгих лет переговоров одобрила консенсусом декларацию о принципах дружественных отношений между государствами, в которой, среди прочих важнейших выводов, содержится констатация о том, что каждая страна обязана уважать принцип территориальной целостности государств, чьи правительства представляют интересы всего народа, проживающего на данной территории. Ну и, конечно, в этой ситуации мы обсуждали и происходящее на Украине, как можно надеяться, что киевский режим представляет интересы крымчан и жителей юго-востока Украины. А именно возвращение этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева. И вспомним недавнее заявление представителей режима Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и грозились, вернее, обещали, с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры. Ну, какие преломления происходят с глобальной культурой, мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен. И мы сегодня высказались за то, чтобы решать и украинскую ситуацию, любые другие конфликты, которые в мире, к сожалению, в огромном количестве сохраняются на основе принципов, прежде всего, принципов Устава ООН о суверенном равенстве государств, на основе принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе, когда ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было, на основе принципа отказа от нелегитимных односторонних экономических мер, которыми наши западные партнеры увлеклись уже до беспрецедентной степени. И в этом смысле подход к установлению справедливости в мировых делах, он, в общем-то, является призывом вернуться к истокам, как мы говорим, вернуться к уважению Устава ООН во всей его полноте. В этом контексте мы отметили позицию, которую Китайская Народная Республика по этим проблемам недавно изложила. Мы говорили и о тех дискуссиях, которые вчера у нашей делегации состоялись в Бразилии. Все это очень полезно, потому что это позволяет накопить критическую массу идей и критическую массу аналитических оценок в пользу того, чтобы решать проблемы в этом мире неизолированно по принципу. Вот то, что Запад считает важным, это мы обсуждаем, а все остальное не вписывается в западные правила. Критическая масса отношений к процессам, происходящим в мире, с точки зрения их системности, она нарастает. И я убежден, что развивая такие структуры, как сообщества латиноамериканских и карибских государств, развивая другие региональные процессы, которые нацелены на то, чтобы отстаивать идентичность соответствующего района мира и обеспечивать его равноправное место в дискуссиях о будущем мироустройства, эти процессы носят очень здоровый характер. И мы очень ценим ту роль, которую играет в этих процессах Венесуэла, как активно поддерживая формирование новых процессов, позитивных процессов в рамках СИЛАК, так и продвигая инициативу президента Мадуро, который называется «Большая Родина». Я искренне признателен за нашу встречу. Я пригласил господина министра посетить Российскую Федерацию в удобное для него время. И мы еще продолжим сегодня нашу работу в других кабинетах Таракаса. Начинается пресс-конференция от имени национальной и международной прессы. Мария Хименес Добрый день, дипломатические представители. Господин Лавров, правительство России всегда отстаивало суверенитет в Латинской Америке. Как Вы оцениваете настоящую ситуацию в Кубе, Венесуэле и Никарагуа? И что можно сделать для того, чтобы поддержать, каковы источники сотрудничества между этими странами и Россией? Страны, которые Вы назвали, они относятся к числу тех стран региона, которые выбирают свой путь самостоятельно, которые гордо несут память о своей истории, об истории своих предков, об их достижениях, и которые реализуют достижения освободительной борьбы. И на практике не хотят больше попадать в зависимость от кого бы то ни было. На днях отмечается, завтра отмечается день начала борьбы за независимость. Венесуэлы мы поздравили наших друзей с этим праздником и в известной степени констатировали, что эта борьба продолжается. Сейчас слишком много попыток со стороны коллективного Запада пресечь независимые действия, независимые позиции и в Вашем регионе, и в других регионах мира. Мы все это прекрасно понимаем, и именно поэтому столь важно объединять усилия, в том числе в рамках группы в защиту устава ООН, в других форматах, для того, чтобы противодействовать попыткам диктата, шантажа и незаконного одностороннего давления. У нас с Венесуэлой очень богатая повестка дня, много практических проектов реализуется. Мы это обсуждали сегодня подробно и рассказали Вам об этом. И это сотрудничество на деле способствует укреплению основ самостоятельной национальной экономики, не зависящей от капризов и от шантажа со стороны западных наших коллег. Такие же отношения у нас складываются с Никарагуа, с Кубой. Мы завтра и послезавтра в этих странах продолжим наш диалог с руководством этих государств. И там тоже экономическая составляющая играет очень важную роль, потому что все уже поняли за последние несколько лет, что зависимость от американского доллара, зависимость от тех принципов глобализации, которые сами же американцы долгие годы внедряли в жизнь мирового сообщества, она до добра не доводит, потому что в любой момент все эти принципы, включая свободный рынок, включая добросовестную конкуренцию, неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности, все эти свои собственные принципы американцы и их союзники могут разорвать в один день, если им нужно кого-то наказать за непослушание, если им нужно убрать со своего пути к их цели глобального доминирования каких-то конкурентов, будь то России, как это заявлено в их доктринальных документах, следующей целью уже объявлена Китайская Народная Республика, ну и, конечно, мы все помним, как регион Латинской Америки, Карибского бассейна освобождался от последствий доктрины Монро, хотя не так давно, несколько лет назад, из Вашингтона снова звучали призывы эту доктрину возобновить. Поэтому Венесуэла, Куба, Никарагуа, другие страны, их больше, чем три, в Латинской Америке, они отстаивают идентичность своего региона, они отстаивают право на то, чтобы здесь создавать свои собственные организации, которые будут основаны на принципе инклюзивности, не будут исключать никого по идеологическим соображениям, и будут отстаивать законное, равноправное место своего региона в той системе, которая сейчас объективно формируется, система более демократичного, многополярного мироустройства. И мы будем делать все, развивая взаимовыгодное сотрудничество с каждой из этих стран, чтобы они успешно решали свои задачи, которые отражают чаяния, отвечают интересам их народов. Известия? — Санкт-Петербург, США сначала намекали, что снимут санкции сенсором, а потом и говорили о том, что эти санкции, наоборот, могут еще сильнее ужесточить. Могут ли Россия помочь этой стране санкции преодолевающим, потому что у нас привездают большой позитивный вопрос. Вопрос к министерской стороне. В наедре США сняли часть санкций с министерла при условии на производство нефти, с участием компаний с шеврон, при условии, что торговать министерла будет именно с американской стороной. А после этого призвали власти пойти на переговор с позицией, иначе санкции опять очень сильно ужесточат. А как имели вы на это ради улучшения экономической ситуации в стране? И, Сергей, опять к вам, я не буду спросить про предстоящую поездку в ООН США. Визы, делегации визы выдали, а в Международистан визы и не выдали. И, судя по тому, что введение очень мало, они не будут совсем. Можно ли это считать попыткой родления на нашу сторону, учитывая, что Россия сейчас посетит в обези в ООН России? Да, сегодня в ходе наших разговоров мы говорили о санкциях и о односторонних мерах, которые применяет Запад как к нашей стране, так и к России. Это принцип, который мы разделяем. это защита Устава ООН. И в Совете Безопасности была обсуждена тема, данная тема. И, конечно, мы всегда будем осуждать такие меры односторонние, применяются к любой стране. И Соединенные Штаты систематически атакуют нашу экономику, пытаются задушить ее. И в то же время они говорят о возможностях улучшить диалог между Венесуэлой и ими. Но мы на самом деле не видели никакого ослабления санкций, и мы не видели поэтому улучшений экономических. И у нас нет других таких союзников, как Россия, как некоторые страны Азии, Латинской Америки, которыми были такие прекрасные обмены и отношения. Поэтому мы вновь говорим с Соединенным Штатом и Европе, что все санкции должны быть сняты. До той поры, пока не будут сняты все санкции, то мы не сможем говорить о нормальных отношениях с этими государствами. И поэтому мы бы хотели следовать по этому пути и работать в этом направлении, о котором говорил также наш президент Николас Мадуру. и говорил это правительство Колумбии. И в этом случае также необходимо улучшение отношений. Это единственный путь, который сможет оптимизировать демократию и создать новые пути развития. И мы хотели бы отметить наш стратегический характер отношений с Российской Федерацией. Ну, я не буду занимать много времени. Я просто хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент. И гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения. Можно начать с истории, когда заверяли Игорь Бачева и Ельцина, что НАТО не будет расширяться, но и дальше по списку. Это, наверное, будет утомительно слушать. Все это хорошо знают. Поэтому мы целиком поддерживаем позицию наших венесуальских друзей. Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим санкциям незаконным. И они должны сами решать, как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихоти и от геополитических игр в Соединенных Штатах, либо каких-то других игроков из западного лагеря. И я убежден, что пригодится венесуальским друзьям и наш опыт, потому что уж по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира, и опыт мы накапливаем быстро. Так что будем делиться с венесуальскими коллегами. Что касается поездки в Нью-Йорк, да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позиций страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Долго мурыжили, потом выдали визы, но не всей делегации, отдельные наши сотрудники не оказались среди этого списка. Ну, а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе. Ничем это не было объяснено, но меня это тоже не удивляет, потому что, если вы посмотрите, так сказать, подходы Соединенных Штатов, да и практически всех европейцев, к реализации на практике принципа свободы пресса, свободы средств массовой информации, то вы увидите, что этот принцип действует только в одни ворота. Представительство многих, представленных здесь средств массовой информации в целом ряде западных стран либо закрыто, либо подвергаются дискриминации в самых разных формах. Печально. Мы обращались к соответствующим структурам, прежде всего ЮНЕСКО, в рамках которой действует соответствующая конвенция о защите прав журналистов, вернее, не конвенция, действует договоренность о свободе доступа к информации. Такая же договоренность есть и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но наблюдая освещение западными средствами массовой информации событий, которые происходят в мире, можно сделать однозначный, очень быстрый вывод, что там показывают только то, что им выгодно, вернее, то восприятие событий, и который навязывает западная официальная пропаганда гражданам различных стран. Так что мы, не переживайте, мы будем отстаивать ваши права. Время еще есть, его немного, но оно пока остается. Не знаю, чем это противостояние закончится, но мы с вами потом поделимся результатами этих наших усилий. Продолжение следует... О том, что вы упомянули многостороннюю повестку, какова роль России и Венесуэла в новом мире. Господин Лавров, хотел бы спросить ваше мнение о том, что сказали Соединенные Штаты в отношении президента Бразилии и это по поводу Украины. Также затронуть туризм. Вы предлагаете, то хотел бы сказать, что в 2000 году в Нью-Йорке Уго Чавес и Владимир Путин Мы впервые встретились, и с этого момента мы отслеживали близость подходов обоих президентов, и также это касалось многополярного мира и гарантии баланса в мире. И сейчас мы видим, что стремление к егемонии, которым характеризуется подходы некоторых стран, привело нас в тупик. Венесуэла и Российская Федерация разделяют принцип равенства и уважения по отношению к принципам того ООН и к созданию баланса. Сейчас в мире происходят очень важные политические и другие изменения. Это касается не только Латинской Америки, в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе. Происходит зарождение нового мира. Я думаю, что мы стараемся сделать, чтобы это был мир, равенство, которым уважались бы права человека, и существовало и другое равенство. В Венесуэле есть привилегированное положение. Мы являемся источником природных ресурсов, которые необходимы для развития всего мира. И поэтому мы хотели бы гарантировать безопасность наших стран. И для того, чтобы наши ресурсы использовались во благо этого нового мира, хотели бы построить новый мир на основе принципов Устава ООН. И это также наш принцип осуждения односторонних мер. Это принципы суверенитета. И другие принципы для того, чтобы вскоре мы увидели это зарождение нового мира, которым могли бы наслаждаться все представители человеческого. Мы вместе с Венесуэлой, добавлю к тому, что сказал министр, являемся частью большой группы государств, и ее численность растет, которые выступают за демократизацию международных отношений на основе полного выполнения Устава ООН во всем его многообразии. Соединенные Штаты и их союзники не случайно изобрели новый термин. Они не говорят международные права, они говорят миропорядок, основанный на правилах. А правила какие? Если референдум был в Крыму, то мы не признаем результат этого референдума. Если без всякого референдума Косово объявила независимость, и Международный суд ООН сказал, что это можно делать без согласия центральных властей, это Запад устраивает. А вот тут недавно господин Клеверли, он, по-моему, возглавляет внешнеполитическое ведомство Великобритании, когда его спросили о том, что происходит на Фолклендских островах, и не надо ли как-то с Аргентиной договариваться, он сказал, а зачем? На Фолклендах был референдум, они выбрали судьбу вместе с британской короной. Вот три примера, абсолютно разные стандарты, двойные и тройные, которые характеризуют, по сути дела, позицию Запада по любой проблеме, мало-мальски важной для современных международных отношений. Поэтому наша задача добиваться того, чтобы Густав ООН выполнялся во всей полноте, чтобы из него не выдергивалось право на самоопределение, когда это нужно Западу, и чтобы не выдергивалась тоже в одностороннем порядке территориальная целостность, когда часть народа, проживающего на соответствующей территории, подвергается истреблению, как это происходило в Крыму и на востоке Украины особенно. Я уже цитировал деятелей киевского режима, которые призывали, как только они завоюют Крым, вернее, обещали, как только завоюют Крым, они истребят там русский язык, русскую культуру и вообще все русское. А сам господин Зеленский, который сейчас поддерживают, награждают премиями главного демократа планеты, сказал в свое время, еще в сентябре, по-моему, 21-го года, задолго до начала специальной военной операции, когда мы еще надеялись, что можно договориться на основе выполнения резолюции, которая утвердила Минские договоренности, он сам сказал, что если вы ощущаете себя русским, живя на Украине, то ради своих детей и внуков убирайтесь в Российскую Федерацию. На это кто-нибудь отреагировал? Это как-то вписывается в западное понимание устава ООН. Устав ООН, кстати сказать, среди прочего, если уж говорить о его целостности, он требует выполнения всех резолюций Совета Безопасности. А резолюция, которая постановила выполнить Минские договоренности, ее никто и не собирался из западных стран выполнять. Они об этом откровенно признались в этом, в прошлом году. Точно так же, как есть огромный блок резолюций ООН, которые Запад не собирается выполнять, включая резолюции, которые касаются завершения процесса деколонизации. Целый ряд территорий в Африке, которые принадлежат Франции, Великобритании, должны были быть освобождены по соответствующим решениям Генеральной Ассамблеи. Но я уж не говорю про то, как Запад выполняет резолюции Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи, скажем, по ближневосточному регулированию о необходимости создания палестинского государства. Поэтому, если уж есть какие-то родители за правду на Западе, надо с ними разговаривать жестко и требовать от них ответа на все вопросы, лишь малую толику которых я сейчас упомяну. Но что касается комментариев Соединенного Вашингтона о позиции Бразилии, если я правильно понял, вы имеете в виду комментарии, когда было сказано, что Бразилия совершает ошибку, поддерживая Россию и Китай. Об этом речь была. Если об этом, то тут и комментировать нечего. Соединенные Штаты считают себя вправе выносить вердикты по любому поводу. Сами они не подсудны, как им кажется. Но я убежден, что тот процесс, который сейчас идет и набирает силу с каждым днем, процесс формирования справедливого многополярного мироустройства, он обязательно завершится позитивными результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества, если Запад не захочет в этом процессе участвовать. Процесс этот объективный, но он не завершится сиюминутно. Это на самом деле историческая эпоха, которая предшествует формированию полицентричного миропорядка. Россия-1, пожалуйста. — Здравствуйте. Россия передала вам данные по нашей карте МИР, чтобы вы могли проработать, продумать, как идет работа, и когда, как вы считаете, как мы продолжаем заработать на территории СССР? Мы это сегодня обсуждали. Обсуждали в контексте необходимости придать политический импульс наших министерств выполнению тех договоренностей, продолжение тех дискуссий, которые в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству продолжаются. По понятным причинам мы не обсуждали и не могли обсуждать конкретные сроки, конкретные механизмы реализации вот этих задач, которые важны для того, чтобы обезопасить наше экономическое сотрудничество от западного диктата. Этим занимаются профессиональные, прежде всего, Министерство финансов, Центральные банки. По их линии, в их контактах предметно рассматриваются вопросы использования системы передачи финансовых сообщений Банка России в Венесуэле, и также рассматривается возможность и механика использования платежной карты МИР. Чтобы добавить, хотел бы сказать, что технические службы Банка Венесуэла и Банка России работают в двух областях. Это как финансовое сообщение и стремление к избавлению от долларов в взаимных расчетах, и также применение карты МИР в Венесуэле. Этот вопрос обсуждается в рамках заседания комиссии, и это будет в интересах как России, так и Венесуэлы. Большое спасибо. Спасибо.